В поле словосочетания не сильно нажимать. Вам понятно? Вот посмотрите, вы вот эти люди уже и так не смотрели. Намечайте, пожалуйста, легкими линиями, не очень сильно нажимая на карандаш. Потому что дальше мы с вашими схемами будем много работать. Но ведь это не ради развлечения. Нам надо работать для работы. Линия стоянных сил пока не рисуют. Вы нарисовали главную слою. Вот эти линии, вы видите, они вам показывают. Вот линии шеи. Вам нужна перерасправка. Линию боковского вылечения. Убирайте. Длина кисти у вас равна половине. Есть два очень характерных варианта ошибки. Всегда приуменьшают размер кисти, размер стопы и размер зубов. Малюсенькие-малюсенькие пальчики. Вот такая ножка. И уж совсем отсутствующие зубы. Парни, когда делают рисунок, вот такие кисти. Вот такие стопы. И уж зубы такие, что там, я не знаю, может бетонную стенку прогрессить. Да? Знаете, мы зачем с вами сейчас вот так просчитали все дело? Для того, чтобы вы примерно понимали, какое соотношение имеют. Пока вот эти линии не нужны. Нужен сам каркас. То есть, ось, маааа. Рисовать мы совершенно удобно. Берите нормальный. Каркас, что имеется в виду? Вот это длинная осевая и положение суставов. И оси, идущие через руки и через ноги. Все, ничего больше не надо. Все остальное сейчас пока будет только мешать. Так что вот эти все линии убирайте. Да, но оси, идущие через ноги надо показать. Без меня туда. Вот так, да? А что же надо убирать? То же самое. Ребята, рисуйте только так. А вот эти линии не нужны. Линии шеи не нужны. Вот эти линии не нужны. Линии оси, идущие через руки, ноги, идущие через туловище. Вот давайте яко не зашли. Нарисую, что у вас в конечном итоге должно получиться. А еще рисовать? Нет, не надо. Нам этот каркас нужен, сейчас с вами будет, чтобы разобраться с нормными мышцами человека. Потому что, вот вы нанесли такой каркас, дальше его надо одевать плотием, чтобы получить комплекс человека. Вот как будет проводиться линия комплекса, зависит от того, какой получены мышцы. И где такая мышца расположена. Помните, как у вас вчера получалось? Как будто бы даже скатали. Так, ну-ка. О-о-о. Ну-ка, давай глянь сюда. Скажи, пожалуйста, вот этот человек находится в устойчивом равновесии или падает? Вот не совсем устойчивый. Смотри, вот площадь ноги, на которую он упирает, согласен? Вот площадочка. Значит, а как по-твоему, центр тяжести этого человека к какой точке приложит? Правда, на уровне коленок. Вот он где, на уровне солнечного сплетения. Если мы от него вниз опустим вертикаль, видишь, она вышла за пределы этой площадки. Это человек, который падает на шнучку. Поэтому я говорил, сначала провести вертикаль. Вот смотри, как на тошке. Вся игра вокруг вертикали. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ага. А это полный. Да, давайте посмотрим. Смотри, как он большой. Так, вот. Пока не очень. Вот как он. Это у вас лаваток? Да. О, да. А ну, давай, задайся. Так, у них было, да? Так, раз обратите внимание на прохождение. Вот у вас два. Ну, давайте сравним с дуно. Раз. Два. Три. 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 У вас два. Так, пять, да? Лучше дуно. Вот вернаконность, да? Одна пятна. Так, сколько? Это вот сколько? Вот такая золотая. Отлично. Вот ноги. Давайте поднимем, да? У вас высота черепа равна для ни бедра. То есть обратный случай. Розда ни бедра, да? Вот она. Ага. Пробую себе поставить череп такого размера, да? Угу. Классно получилось. Я думаю, что он может. Может. В самом раннем нежном воздухе. Так? Ребенок чуть-чуть возрастет. Это же, что произойдет? У него просто будущее растет быстрее. Главное намного. А еще быстрее. Что это делать? Ноги, руки. Ноги, руки. Ноги, руки быстрее всего. Хорошо, сделаем. А можно ли так уходить в большую ноги и у маленьких делах? Бывает. Ребята, вот то, что мы здесь с вами нарисовали, это средняя пропонция. А теперь, слушали вы когда-нибудь такое слово комплекция? Да. У всех людей на свете одинаковая комплекция? Разная. Нет, совершенно разная. Так? Бывают люди с очень длинными рычагами. Рычаги, что это? Как раз длинные кости, рук и ног. Так? И у них все эти коэффициенты образовываются и у них. Вот если длина по задающим к единице, то все игры с головой остаются такие же, как мы с вами делаем. Так? А с руками и ногами? Не длинные. Вот те войска уезжает почти сюда, кто же обедает. Так, предплечье вот здесь. Но бойцы не достают колено. Почему? Потому что нога уехала, бог знает куда вылез. Нет. Так? Бывают такие комплекции. Бывают наоборот. Люди, у которых более короткие конечности по отношению к тумбищам. И здесь есть определенный закон. Так? Значит, по пропорциям нужно выявить не только возраст, не только пол, но и расу. Смотрим, как люди расселяются на земном шее. Ясно, что с 20-21 года живут те там, где хотят. Но большинство людей могут перемещаться к земному шару более-менее свободно. Ну, хорошо. В 3-4 века назад я взял кнул пальцем в волосы. Можно ли сказать, какие люди, люди какой расы, скорее всего, обитают на этой территории? Конечно. Там, так вот, ребята, в зонах приближенных к Арктике, так, обитает народ, да? Имеется в виду, не пришли к заявлению 5 веков назад. 5 веков – это очень мало. Это не просто мало. Это очень мало для развития биологической системы. А наше тело построено как раз в рамках эволюции. 100 тысяч лет – ну, туда-сюда, если нормально. Так? А века – это секунды, это не считается. Так вот, народы, которые возникли в полярных условиях, всегда, точнее, сформировались, всегда будут иметь при относительно белинном корпусе короткую шею и относительно короткие конечности. То есть тело массивное, компактное, из него в сторону мало что торчит. Так? Значит, народы, обитающие в эквивалентаренных зонах, наоборот, будут иметь при такой длине корпуса очень длинное количество. С точки зрения, когда раса большая, самая относительно длинноногая. Некроидная. Некроидная. Некроидная раса, да? Самая относительно коротканогая. Монгалоида. Северные варианты монгалоида. Эскимосы, чуча, эвены, и так далее. Значит, все, что есть, среди скелетов. Желтого человека с данными пропорциями всегда можно даже распределить. Как видите, скелет – это очень говорящая система. Очень много можно понимать. Можно спросить? Да. А вот те, у кого самые короткие ноги, но самые длинные руки? Такого не бывает вообще. Ни разу. Если уж происходит удлинение конечностей, оно касается и рук, и рук, и ног одновременно. Если украшение, то опять же. А вот теперь. Так, ну давайте смотрим. Вот у вас ширина клич, да? Давайте сравним с длинной бедра. Видите, у вас ширина клич такая же, как вся нога на стекле. Скажите, пожалуйста, а такие пропорции, вот на доске. Оль, и сейчас главная задача была в чем? Разобраться, как относятся друг к другу разные участки человеческого тела. Так? Но вот исходя из вот этого, вы совсем не поняли, о чем идет речь. Скажите, пожалуйста, вот эта длина, длина туговища, к чему должна быть работа? Длина туговища. Длина целой ноги? Оля, я сгибаю ногу. Так? Смотри, моя калина, мою калина здесь. Длина туговища равно длине целой ноги или половине ноги? Половина. Половина ноги у вас. Вот у вас половина ноги, вот половина ноги, согласны? Вот туговища. Что длине? Во сколько раз? В два с половиной раза. Теперь, вот у вас мотивация. Вот у вас длина плеча, вот у вас длина предплечья. Они одинаковые. Что длине? Во сколько раз? Задача была соотношение участков тела. Будьте добры, сейчас пока с мышцами не возитесь, вот пока не построите нормальный каркасик, ровно датирку, все остальные дальнейшие работы бессмысленно. Нормально, только вот эти длини вам будут мешать. Ну, не нужно сейчас это показать. А так, да, вполне нормальный каркасик. У вас глава уже тема, а потом, ну и потом, у вас вот дазобедренные штаты. Скажите мне, у вас дазобедренные штаты. Ага, и руки не доходят до дазобедренных штатов. То есть, кончаются вот так. Вот смотрите, у вас рука кончается, не дайдя до дазобедренных штатов. Понятно, что вся ладонь лежит ниже дазобедренных штатов. Валит. Да, да. Нормально. На будущее учти, что удлинение более сочное, оно просто более ярко выражено. Значит, лопатки больше выступают, попа больше выступают. А я вот, я говорю, как будто они все у вас подошвали в ходу, правильно? Как будто их вот так раскатало. Да, да. Ага. Так, нормально, вы же не можете нажать на это. Не можете, не все. Что на дело? Ага. 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 Какая ошибка. Словами скажите, кака ошибка. Что исправлять? Слишком короткая голова. Слишком маленькая голова. Дела. Танцующие бритвы. Что они делали? А за кричи затрагивали. В таких размерах туловище, как бы, сделаете, вот здесь, вот эту ручку, не было никакой. Вот так поправили, и нормали. Такой африканский, ну, миллион мира, подвига на одну, подвига на одну. Так. Не стоит ли человек, если сейчас не у вас стоит, не будет складочная. Что они делали? Узду вверх, скажем, если вы на ней все и пройдете, вот так, сначала вертикаль, а дальше, а дальше, вот смотрите, все эти линии, которые я уже не делал, они укутывают то вперед, то нажатка. Вот так. Вот здесь, и залегли на сюда. Вот это вот выучивающий человек, который никуда не подойдет. А вот он, видите, и нажатка. Так. Угу. Вот, задмарк. Ты задмарк. Так.